Я думаю, что фикс прайс это магазин, который очень любит блогеров. Посмотрите, какая прелесть! Боже мой, девочки! Это конкретно кружка бьюти-блогера. Кружка бьюти-блогера. Вот вчера я нашла в Ангарске в посудоцентре такую. И я, естественно, не могла пройти мимо. В сравнении с другими кружечками, которые я брала в фикс прайсе, я бы сказала, что она более тонкая. Но, боже, какая она красивая! Да, это фикс прайс. Вот эта прелесть, вот эти клеточки, вот эта кружечка, это все фикс прайс. Девчонки, это бомбезнейше просто. И вот такая в нежных оттенках. Я думаю, что она подходит под шейби, учитывая перекликание с ленточками вот здесь. И тоже розочки, розочки. И она такая ближе к квадратику. Если та округлая, то это ближе к квадрату, перетекающему в круг. В общем, девчонки, клеточки я купила разные. Вот такая. И вот другая. Потому что с такими большими загогулинами мне не понравилось. Еще раз. Вот здесь где-то на сеточке был небольшой дефект. В общем, она отходила. Я даже сейчас, наверное, не разгляжу, где эта проблема есть. Да, но она была именно на этой клетке. То есть я подправила и все. Отлично, все хорошо. Еще раз смотрим оформление. Удивляемся красоте. И не проходим мимо этих чудесных клеток. Я купила вот такую помадку Мак. Она не бордовая. Она прямо именно темный шоколад получается. Ну а как при совке-то нас учили. Бьюти наши, феи, совка. Что должно совпадать? Кумада и лак на ногтях. Вот. Видимо, советский стереотип засел. И я вот взяла в фикс-прайсе. Конечно, небольшое расхождение есть. Опять же, вы видите ее более красной, чем она есть на самом деле. Вообще, вот визуально у них расхождение тонов два. Вот как передает камера. Ну, как бы это не фикс-прайс. Это Мак. А это фикс-прайс я нашла для подкрепления помады. Вот чух там. Очень обрадовалась, когда увидела. Вот такой тоже Марселану. Он идет с краплениями шиммерными. Очень красивый. Давайте посмотрим. Ой. Ну, вот это фикс-прайс. Видите? Ну, ладно. Че уж там. Вот такой цвет. Видите, да? Богатый, красивый цвет такой с металлом. Кстати, металлизированная в тренде в этом сезоне. Ну, а тут я на момент, наверное, посажу, потому что она вот вообще отлетает просто только в путь. Так, инструкция по применению. Поднять крышку вверх. Ну-ка. И все. Поднять крышку вверх. Вот. Все. Тут написано. Крышки не приклеили, но есть инструкция. Поднять крышку вверх. Sorry. А здесь что у нас? Тоже поднять крышку вверх? Да, и то же самое. Это такая новая тематика. Чтобы заклее не переплачивать. Видите? Видите, как удобно. Так вот берешь. И вот так вот раз. Ну, тут как-то поплотнее она держится, кстати. Ну, сами, в общем, все видели своими глазами. Еще лачок прозрачный с кальцием. Хорошо работает, как топ. Быстро засыхает. Вот такой я обожаю. И вот такая новая клубничка со сливками или что-то с земляника и тиары. Все. Аромат меня просто вообще ввел в ступор и транс. Это действительно пахнет абсолютнейшей земляникой. Ничего более вкусного в фикс-прайсе я не покупала. То есть вот эти банан, шоколад и вот раньше были, сейчас они куда-то исчезли. Вот это намного вкуснее. А ценник там тот же самый. Это шампунь для волос земляникой и тиары. Пахнет потрясающе земляникой. Обожаю, рекомендую. Как будет работать на волосах, пока не понимаю. Но вот кто любит маньячить по натуральным запахам, это тот самый случай, когда вы будете ощущать спелую, вкусную, с кислинкой, яркую землянику. Вот такие кремики по 26 рублей у нас продаются. Рядом лежат бархатные ручки. Значит, задорого. И рядом по 26 стоят вот такие. Вот это точно пахнет лавандой этот. Я прям там проверила, нагло открыла. Лавандочка просто потрясающе вкусная. И вот такой вот с экстрактом алоэ. Ну, он такой прям пахнет травой, алоэ. Все. Вот. Аурабьюти. Класс. Вообще супер. Сейчас прям давайте при вас. Мне больше нравится, как пахнет лавандой. Я взяла на пробу. Сейчас прям при вас нанесу. И буду рассказывать, сколько там это будет впитываться, насколько быстро. Руки пахнут приятно, но подмешивается к тому аромату, который уже был. Прекрасно. Все хорошо. Мне нравится. Ручки немножко посвежели. Сумочный вариант. Это получается очень мило, как бархатные ручки. Но очень дешево. Надеюсь, именно за это вы и любите мои видео. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Таких точилок у меня уже несколько. Они очень классные. Я их могу от души рекомендовать. Главное, что она в такой индивидуальной сумочке. Старайтесь ее не потерять. Потому что, если вы будете носить ее на работу, разумеется, в ней будут скапливаться кусочки карандашей. И поэтому я вам рекомендую такую точилку всегда иметь в косметичке, но вот в этой самой сумочке. Потому что других каких-то разделяющих, например, как в литуалевской точилке, такие пластиковые штучки, или в катрисовской, нет. Она просто открытая для двух карандашей. Обычного и толстого. Это две подружки-косметички. Такая одна у меня уже есть желтая. Вот она. И коричневую и черную я купила для того, чтобы перевозить косметику из города в город. Сейчас мы открываем модельное агентство детское в Иркутске. Как бы в данный момент идет набор. Случайно, если иркутяне, либо ангарчане окажутся на моем канале, пожалуйста, связывайтесь со мной. Все ссылки вы найдете на первой странице. Найдете мне через социальные сети. Позвоните, и мы все с вами обсудим. Кстати, видео о моей коробочке, которое я сделала совместно с проектом Ирмак, будет в правом верхнем углу. Что касается конкретно этих косметичек, они очень невкусно пахнут, но их нужно постирать, высушить очень сильно хорошо. Сейчас я это как раз буду делать, потому что подоконники свободны, окна еще можно открывать. Это как такое одеялко вокруг косметики получается. Она в таких косметичках не будет биться. Именно по этой причине можно потерпеть их вонь. Огромное спасибо за те десятитысячные просмотры роликов о фикс-прайсе, которые я стала получать благодаря вам, благодаря зрителям. Возможно, тому, что вы делитесь со своими друзьями. Каждому отдельное спасибо. Каждого крепко обнимаю и очень от души сердечно благодарю. Итак, сегодня снова фикс. Сейчас я вам покажу такую штучку. Все говорят, вот, значит, для умывания спонжи, бла-бла-бла, фиксы продаются. Вот фиксовский. И вот как выглядят дорогие спонжи. Их было изначально штук 8 в коробке, они такие прессованные. В общем, то же самое, что это, только, видимо, в момент, когда их изготавливали, просто вот эти положили под пресс, они стали такие маленькие. И вот в такие они превращаются, когда их намочишь. Вот. Ценник конский. Фикси выгоднее. Итак, это бьюти покупки. Вот такой стаканчик для кисточек. Я сразу говорю, он неустойчивый. То есть, если вдруг случайно, вы видите, он... Вот, вот. То есть, если чётко берёте и чётко ставите, нормально. И то он качается при этом. Но, как бы, это можно вытерпеть. Я взяла ещё 4 таких же. Сейчас покажу. Кстати, ангарчане. Я их всё время видела в видео у девочек. Они хорошие, вроде бы качественные. Сейчас мы проверим их на устойчивость. Ну, вот, видите, да? Вот это в порядке. Так, секундочку. Это тоже в порядке. В общем, не со всеми есть такая проблема. Но имейте в виду, что которые квадратные, они могут быть слегка неустойчивы, а для неверного движения у вас всё полетит во все стороны. Вот такие резиночки. Они уже без каких-то креплений. А резинки, которые чуть больше в H&M, я купила пачку где-то порядка 200 рублей. И там их было, по-моему, меньше. И многие из них просто рвутся от натяжения H&M. Сейчас я покажу их вам. Вот, как бы, ценничек. Я тут сделала набег на H&M. У меня появились классные вещи. Я могу сделать видео про одежду H&M. И вот эти резинки H&M. Несколько штук уже ушло. Они, конечно, очень прочные. Но вот эти моменты стыков. Здесь он невыраженный. И здесь он тоже вроде бы невыраженный. Но с ними что-то происходит, когда их начинаешь носить. В общем, как бы фиксовски еще не проверяла, как они себя ведут, обязательно сообщу. Лаки вот такие телесные и прозрачные. Я пользую лаки таким образом. Когда пользуешь, он классный, свежий, быстро засыхает, хорошо разносится. И чем ближе к середине баночки этот процесс наступает очень-очень быстро, тем больше проблем. Он начинает плохо сохнуть. Он начинает собираться. Он начинает наноситься уже не так ровно и растекаться по ногтю. Поэтому фикс это магазин, где можно взять лак за вообще реально, за три копейки и просто вот до половинки израсходовали, выбросили, купили новый. Именно так я сейчас и делаю. Вот такие заколочки. Серебряные и черные. Называются инстайл. Заколка для волос. Ну, в общем, сделали их в пятнадцатом году. Я думаю, хватит их надолго. Очень удобно, когда красишь модели, нет повязки под рукой, взять и просто подколоть волосы. Да, они делают заломы. Ну, можно просто смочить волосы и все будет в порядке. Вот такой липкий ролик я купила. Он будет лежать в офисе для всех сотрудников. Потому что мы перевозили недавно, как бы, вещи в офис и просто обнаружили далматинскую шерсть уже, как бы, в офисе. То есть, далматинская шерсть, она просто вообще не кленна. Просто для нее не проблема путешествовать между городами. Вот. Поэтому, как бы, мне, как хозяйке далматины, счастливой. Такое нужно просто иметь под рукой всегда. И дома, и в офисе. На всякий случай.